Дело все в том, что ты наверняка неоднократно пыталась отправиться в город-герой Ялту. Герой, конечно, курортного сезона. Часто там бывают, признаюсь. Да, и может быть ты стояла перед дилеммой, как поехать? То ли на автобусе, то ли на троллейбусе, то ли там такой уголочек был, где дядечки стояли и говорили, девушка, приезжай ко мне, поехали. Конечно же, такое бывало. И, конечно же, признаюсь, попадалась я и на таких, зазывал. Вот так вот, с ними сейчас активно борются. И наш корреспондент Ирина, она побывала на таком мероприятии, когда вылавливали этих людей. Давайте у нее, собственно, и спросим, как это происходило. Проверки, рейды, профилактические беседы. Сотрудники ГИБДД не оставляют в покое водителей, и нарушающих правила пассажирских перевозок. Все для обеспечения безопасности людей. Достаточно большое количество водителей, которые занимаются перевозкой пассажиров, нарушение любых правил. То есть не продаются билеты, нет договора фрактования. Соответственно, в случае каких-то нестандартных, нештабных ситуаций, пассажир, который пользуется нелегальными перевозками, абсолютно спокойно освобождается от возможности получения компенсации, страховки. Симферополь, Джанко и Красноперекопский район нелегалов ловят по всему полуострову, выводя незаконных перевозчиков из тени. Проходят очень усиленные, жестокие мероприятия по выявлению данных категории водителей, которые осуществляют данные перевозки. На территории города Симферополя ежедневно проводятся рейды. К административной ответственности привлекаются, ежедневно привлекаются от трех до пяти человек. А еще в этом деле важна пропаганда. Тематические листовки и плакаты раздают потенциальным пассажирам прямо на улицах и автостанциях. Так инспекторы объясняют жителям возможные последствия поездок на нелегальном транспорте. В целях личной безопасности необходимо приобретать билеты в официальных кассах. Можно, пожалуйста, ближайшие до Алушты? Алушта, ближайшие в 15.50. Давайте. Здравствуйте, платформа номер 18, рейс, Крассно-Перекоп, Ялта, пожалуйста. Здесь указана точная дата, время, платформа, а самое главное – перевозчик. Пользуйтесь легальными услугами и не подвергайте свою жизнь неоправданному риску. Побороть проблему незаконных перевозок инспекторам в одиночку сложно. Помочь им могут только сами пассажиры, если, конечно, хотят путешествовать по Крыму безопасно и с комфортом.